Прошедшая 25 мая очередная трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении в российском формате, то есть при посредничестве президента Владимира Путина, стала особенной. На фоне рекордно долгих переговоров, состоявшихся 6 апреля прошлого года в Брюсселе и завершившихся тогда, как мы помним, далеко за полночь, нынешняя встреча в Большом Кремлевском дворце стала рекордно короткой. Сторонам хватило всего 20 минут, чтобы понять, что говорить больше не о чем. По крайней мере в этот раз. И пора вставать и ехать домой. Что же произошло в Кремле в минувший четверг? Для начала просто напомним, что это было первое участие президента Азербайджана Ильхама Алиева Алиева на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, куда руководитель азербайджанского государства был приглашен в качестве гостя. Учитывая, что Армения является членом этой организации, а Азербайджан нет, то для приглашения гостя требовалось формально согласие всех государств-членов ЕАЭС. Не дать своего согласия и воспрепятствовать участию Ильхама Алиева Армения не могла, учитывая запланированную сразу после этого заседания, что называется, на его полях, встречу лидеров двух стран. К тому же не следует недооценивать и тот очевидный факт, что данная встреча была крайне нужна не столько Армении и Азербайджану, которые уже встречались в Брюсселе двумя неделями ранее, сколько России, не желающей уступать кому бы то ни было Пальму первенство в роли посредника. И уж тем более такому сопернику, как Евросоюз. Поэтому между двумя встречами, а именно прошедшей 14 мая в Брюсселе и грядущей 1 июня в Кишиневе, российскому руководству в качестве гола престижа необходимо было добиться еще одной встречи на своей площадке, что оно успешно и сделало. Но чем, помимо самого факта организации переговоров, обернулась нынешняя встреча? Удалось ли зафиксировать какой-нибудь субстантивный прогресс? В этом есть все основания сомневаться. И виновником срыва вновь стала армянская сторона. Накануне Никол Пашинян довольно резко высказался в адрес официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, попытавшись указать ей, как ему кажется, на ее место и напомнив ей, что она ему, видите ли, не собеседник, и что она должна не комментировать его высказывания, а зарубить себе на носу то, что говорит он Пашинян. Весьма дипломатично за день до поездки в Москву, не правда ли? Можно вспомнить также голоса против ОДКБ, которые все чаще и громче раздаются из властных структур Еревана. Многое можно вспомнить. И если сложить эти элементы в единый пазл, то для России Армения начинает казаться все меньше и меньше своей, родной. И все больше чужой. Не все заметили, что для Путина Пашинян больше не Владимирович, а уже Ваваевич. Вроде бы мелочь, но та, что сигнализирует все большее отдаление. Отчуждение. Когда на вчерашнем заседании ЕАЭС речь Владимира Путина на полусловии неожиданно прервал Пашиняновский «Я извиняюсь, Владимир Владимирович», трудно было не заметить удивление на лице президента России, пытавшегося в первую секунду даже разобрать, откуда доносится этот писк и вообще кто посмел. Дальше понеслась несусветная чушь довольно нудного Пашиняна, усмотревшего в слове «коридор», но по части сухопутного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчеваном, некие территориальные претензии к Армении. Тезис армянского агитпропа о том, что слово «коридор» встречается в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года только применительно к дороге из Армении в Карабах через Лачин, этого слова нет в девятом пункте, касающегося связи с Нахчеваном. Мы уже слышали много раз. Много раз, в том числе и в наших выпусках, мы объясняли, что у термина «коридор» нет принятого на международном уровне определения. Ни один энциклопедический словарь, ни одна международная конвенция не содержит дефиниции этого слова и, стало быть, никто не может утверждать, что транспортный или какой бы то ни было иной коридор предполагает отсутствие на всей его протяженности паспортно-таможенных проверок. Тезис армянского агитпропа о сквозном характере коридоров, которые выдумали и убедили самих себя армянские политики, теперь озвучивает и даже пытается навязать остальным Никол Пашинян. Однако, забегая вперед, отметим, что в ответной реплике Ильхам Алиев снизошел до преподнесения короткого ликбеза армянскому премьеру, напомнив тому о существовании множества других коридоров, таких как север-юг, восток-запад. От себя добавим к этому списку также коридоры Тросека, Срединный коридор и многие другие. Разве инициаторы этих коридоров подрывают суверенитет государств, через которые они пролегают? Разве они посягают на их территориальную целостность? И если да, то, используя ту же Пашиняновскую логику, не является ли фраза «Лачинский коридор» предъявлением территориальной претензии к Азербайджану? Где же здравый смысл? А нет здравого смысла. Есть только бред. Ведь объясняли много раз и на пальцах. Коридор – это просто слово. Оно не содержит никаких юридически обязывающих характеристик. Фраза «Лачинский коридор» появилась в результате оккупации 18 мая 1992 года Лачинского района Азербайджана, а не с согласия Баку, понимаете ли, пожертвовать своим суверенитетом над проходящей по данному району дорогой. Оккупация осталась в прошлом, и суверенитет полностью восстановлен. Произошла перезагрузка, и ситуация обнулилась и вернулась по состоянию до оккупации. Стало быть, и нет больше и той ситуации, при которой Армения могла бы рассчитывать на сохранение сухопутного сообщения в той форме, в которой она понимает слово «коридор», то есть без всяких постов и проверок. Подписывая трехстороннее заявление, Баку брал на себя обязательство гарантировать безопасное движение, что он и делает. Но он не отрекался от суверенитета над небольшим участком государственной границы. Да и не содержит трехстороннее заявление развернутого определения термина «коридор», чтобы Пашинян мог сегодня ухватиться за это слово и назвать открытый недавно ППП незаконным. С какого Боку ППП стал вдруг незаконным? Какому «закону» он противоречит? Трехстороннему заявлению? Так это не закон. Да и не согласен никто в мире с армагетпроповским пониманием слова «коридор». Иначе все ППП на границах, на всем протяжении транспортных коридоров север-юг, восток-запад, тросека, срединный коридор и так далее считались бы незаконными. Но бред же. Просто бред. По выражению и лица Ильхама Алиева, Владимира Путина, косым Джомарта Такаева, слушавших всю эту пашиняновскую ересь, можно было видеть, насколько все они утомлены этой беспробудной политической провинциальностью армянского премьера. По каждому из руководимых ими государств проходят те или иные международные транспортные коридоры. И что означает это слово, все они знают не понаслышке. Уж как-нибудь получше самого Пашиняна. И вдруг появляется премьер-министр маленького, но очень умного, в кавычках, государства. И начинает втирать им, так сказать, открывать им глаза. Э, друзья, неправильно вы живете. Не знаете, что такое «коридор». Я вам сейчас покажу, откуда готовилась… Ой, пардон, объясню, что такое «коридор» и с чем его едят. Владимир Путин, уже не выдержав всего этого, вынужден был внести свои пять копеек, объяснив, что терминология, то есть «коридор», «дорога» и так далее, конечно важна. Но гораздо важнее признание территориальной целостности. А все остальные вопросы уже второстепенные. Это был деликатный намек Пашиняну угомониться и не цепляться за отдельные слова. Тем более, что, как уже признался однажды президент России, именно он и составлял трехсторонние заявления. То есть он-то уж лучше Пашиняна знает, какой смысл он при составлении текста вкладывал в то или иное слово. Тот бедлам, который устроил на заседании ЕС Пашинян, фактически предопределил срыв запланированных сразу после этой сессии трехсторонней встречи. 14 минут, который «норовоучитель» из Армении угнал у заседания, сменились 20 минутами закрытой встречи, на которой, подозреваем, обсуждать-то уже было нечего. Вот и все, ради чего пришлось лететь в Москву. Впервые трехсторонняя встреча при посредничестве Путина завершилась без принятия пусть даже формального заявления. Договорились лишь, да и то только устно, о скорой встрече комиссии по разблокировке коммуникаций. Чем не срыв? И чем не перчатка, брошенная Пашиняном в лицо Путину? Сделано ли это было по его собственной инициативе, или надоумил его кто на Западе? Наверное, мы уже никогда не узнаем. Но эта выходка армянского лидера теперь стоит в одном ряду с его резкой репликой в адрес Марии Захаровой, в которой, напомним еще раз, тот заявил, что его собеседником, то бишь ровней, являются премьер-министр или президент, ну, в смысле Российской Федерации. Вот и «побеседовал» он, в кавычках, с президентом Путином. Перебил и, так сказать, «побеседовал» в присутствии целого ряда зарубежных руководителей. Пустил коту под хвост все его усилия. Да еще и косвенно обвинил Россию, напомнив, что Лачинский коридор должен находиться под контролем РМК, то бишь намекнул на то, что Россия не справляется со своими функциями. И теперь многое будет зависеть от того, как пройдут следующие встречи в Кишиневе, Брюсселе и Гранаде. Если на них он поведет себя более покладисто, то подозрения в том, что нынешний срыв был запланирован, только усилятся. И не видеть этого в Кремле не смогут. И уже тогда встанет вопрос политической цены, которую официальный Ереван готов будет заплатить за нынешнюю свою линию. Нам же остается лишь продолжать уверенно двигаться к своей цели. Нас с этого пути никакие интриги руководства Армении не свернут.